накладываю масло кошки маргама обычно на полтора килограмма еще так и давай где-то получается 450 это неправильно привет всем подписчикам плов для моей дочери из австралии сейчас он чуть-чуть подкалит как ну сейчас уже делаем вот сейчас у нас появляется хороший цвет к нему конечно нужно еще лепешечку соли ну и соответствующие сопровождение красавчик ну а теперь берем нашу любимую австралийскую баранину и по чуть-чуть вот так вот и и самый раскаленный огонь сильный огонь нам чтобы она только схватилась этого ну соответственно берем следующий порту чтобы немного чтобы она по чуть-чуть а то она вместе когда жарится вареным сильном огне я сейчас просто беру маленькую порцию вот так вот обжариваю чтобы она золотистая была вот сейчас она так вот обжарилась все такое красивое что-то получился последний партель партель а самому того что поджарилась чуть-чуть отхватилась золотистая стала укладываем его отдельно следующий этап конечно у нас будет лук следующем у нас идет конечно лук это обязательно тоже он на большом огне хорошо так схватится его нужно помешать все время вот сейчас лучок схватывается превращается в красивый золотой лучок еще поближе если хотите чтобы темный плов был то его надо немножко побольше пожарить я люблю темный что еще у меня любит светлый посередине сделаем чтобы все были счастливы и теща и жена появляется немножко такая красивая золотизна красивая золотизна я еще чуть-чуть ее подержу вот смотрим видеть уже такое красивое золотизна уже красивые так это следующий этап у нас будет конечно это морковочка смотри кому полезно морковка красиво я чем делаю плов на полтора килограмма по полтора ну четыре луковицы больше лука не надо полтора килограмма морковочки и вот теперь ждем когда морковочка взяли так вот сейчас у нас морковочка она что-нибудь жестковато вот и когда она будет немножко такая мягкая тогда обратно кидаем мясо так вот теперь у нас лучок такой красивый с морковочкой все это хорошо прожарилось выкладываем мясо обратно как у нас красивый с морковочкой какой же плов без жиры это вообще не плов очень доброе и не залея положил я люблю когда связанных и жира поджаривать потом конечно все в рис положить немножко импровизационный момент обычно мы кладем лук таким целиком но мне научились и положишь маленькими зубками он растворится и даст весь эффект в зервачок ну попробуем ну что друзья теперь значит вот это когда у нас зервачечек жарится самое главное это вот это вот наш хороший красивый деликатес его еще падают с луком но мы сегодня обойдемся без лука и вот так уберем для порог этого одна из любимых блюд и вот так уберем и кушаем попробуйте соли так добавляет нам маленький турецкая лепешечка устали у нас лепешки не делать но теперь друзья здесь этот рецепт я также называю вису плов почему потому что один войны военный секрет этого моего пола заключается в этом бульоне его холоду холодным это будет куриный бульон мы очень любим куриный бульончик и если его положить в жирвак прям вот так наливаем то плов будет бомба ну следующий этап конечно это соль у нас ничего там соленого нету я ложу соль так добродно чтобы вкус был чуть-чуть пересоленый даже не чуть-чуть а очень-то так добрый соленый потому что рис который будет очень такой любит соль так вот это самый лучший рис для плова и как который когда-либо используется потрясающе мы сейчас отмеряем полтора килограмма и дальше будем ложим кориандр это у нас английский называется я кориандр по-английски добрый такой дает аромат ну этот рис я заливаю водой так чтобы сверху было минут на 30 это шикан рис он поглощает собирает воду и совершенно абсолютно любит ее так чтобы чуть-чуть покрывало один из главных ингредиентов это конечно кишмиш вот так доброго ложу сюда вот так чтобы у него было хороший это он дает такой специфический вкус я его конечно промыл предварительно и вот так берем и просто разравниваем ну тебе надо опять добавить немножко воды потому что этот рис очень любит воду мы сейчас заложили вот так вот вырапливаем поэтому я этот рецепт называю юсуп плов ну чтобы так немножечко покрыл вот буквально полсантиметра воды теперь добавляем огонь на полный вставляем себе это все и ждем закипания сейчас выровнялся покрылся как раз в некоторых местах немножко глубоковато рис такой благодарный но сейчас постепенно начинает закипать мы немножко какие-то дырочки сделаем чтобы везде равномерно равномерно лов жарился и на полный огонь ждем когда все это вода уйдет в рис так ну вот вода уходит потихонечку я все равно делаю дырочки везде равномерно кипит красиво так вот мы уже ближе ближе подходим вода уходит постепенно в рис и жена испаряется опять я сделаю дырочки чтобы рис равномерно выжарился он все еще на большом огне у меня сейчас пока так вот сейчас мы видим что вода практически уже входит и вот на этом этапе я начинаю потихонечку уменьшать огонь огонь уменьшили ну мы как видим сейчас мы как видим сейчас опять вода уходит мы сейчас проверяем дырочки вот так вот и уже начинается внизу шипеть так красиво что мы делаем и мы опять уменьшаем огонь вот сейчас самый главный этап получается он будет долгий но приятный мы слышим что бульон происходит во всех этих дырках я опять уменьшаю огонь так вот как мы видим уже вода постепенно уходит еще немножко вот по краям осталась вода но в общем-то это уже красивый знак масло по краям очень красиво так оно шутит красиво а сейчас вот так вот мы делаем здесь дырку о воды практически не осталось так он здесь остановится теперь мы его ложим туда немножко вот так вот сверху внутрь этих дырочек красиво и закрываем эти дырочки вот так вот и ну соответственно опять уменьшаем огонь чтобы не потерял там проверяем все вода практически ушла практически ее нет так чуть-чуть выкрываем так вот закрываем и вот так мы его как бы чуть-чуть мешаем то есть верхний слой переворачиваем ровно на 15 минут закрываем ну все 15 минут прошло сейчас посмотрим где жест ой 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 запах какой садись накладываем теперь ну все готов к столу